Привет, ребята! Сегодня прямое вечернее включение и говорим про то, как перестать накручивать себя, когда вы себя накручиваете, причины, факторы, как перестать это делать, особенно когда вы прям-таки в стрессе. Повышенная тревожность может быть как врожденная, являющаяся результатом особенностей нервной системы, так и приобретенная за годы жизни в результате каких-то неблагоприятных, травмирующих для психики ситуаций. И бывает так, что у людей появляется чрезвычайная какая-то чувствительность. Такие люди часто говорят, что я делаю реально из мухи слона, я все преувеличиваю, и я не могу с этим ничего сделать. И здесь мы говорим про чувствительность. Прям очень сильно я называю это высокочувствительные люди, которым что ни скажи, они или обижаются, или они мнительные, или они неуверенные в себе обычно, суперумные, суперталантливые. Но когда они начинают что-то говорить, это похоже на то, что просто он идет в первый класс, а ему уже 40 лет. И соответственно вот эта неуверенность в себе из-за низкой самооценки, потому что у других вон сколько, а я еще. И таким людям всегда кажется, что случится что-то очень плохое, и их не примут на работу, или они достаточно нехороши, их бросит любимое, любимое. И неуверенность в себе поражает страх отвержения достаточно сильно. И рождаются какие-то в голове красочные картинки, как именно у них что будет происходить. И да, бывает, что еще у человека параллельно идет какой-то перфекционист, и для перфекциониста очень страшно быть каким-то неидеальным. И другой момент, сложно начать работу, потому что боятся быть идеальным. То есть тут такая история, что прям и не туда, и не сюда. Еще модель поведения, которая обычно у этих людей, это постоянное-постоянное потрясение. Я это так могу обосновать. Если у вас есть негативное мышление, которое вас преследует годами, и вы в этом варитесь, для нашего мозга нет разницы, вымышленное событие, прошлое, или какое-то другое. Например, если у вас проблемы с адреналином, который вырабатывается в вашем организме в ответ на какую-то стрессовую ситуацию, или на какие-то неблагоприятные факторы, то, соответственно, здесь возникают риски сразу. Гипертония, увеличивается развитие язвы, возникает бессонница, которая в свою очередь увеличивает раздражительность. Происходит истощение мозговой ткани, которая находится постоянно под стимулом воздействия адреналина. Представляете, сколько ужаса от этого адреналина, и истощаются органы гормональной сферы. Так происходит постоянное-постоянное-постоянное вот эта история. Повышается сахар в крови, и увеличивается риск сахарного диабета. Почему так происходит? Потому что человек не умеет работать со своим стрессом. И в этом ролике хочется поговорить не только то, что с вами происходит. Я это прекрасно знаю, понимаю, и сама когда-то такое ощущала. Именно, наверное, поэтому я вам и записываю этот ролик. Упади. Хочется сказать вам, что просто прими себя, какой ты есть. Но это не все. Очень важно просто позволить себе ошибаться. И ошибаться в том смысле, что вы лагаете, как компьютер, у вас какие-то изменения. И, конечно, искусство медитации. Есть множество видов медитации, но все они имеют доказательную базу. Если вы этим занимаетесь, поверьте, у вас даже улучшится гормональный фон. Увеличивается выработка эндорфинов, и тем самым улучшится настроение. Другой момент. Если вы часто гуляете, бываете на природе, наслаждаетесь красотой, или подружились со спортом, то у вас прям-таки возникает символ для долгожительства и создания долговременных связей с вообще реальностью. Помните, что даже любая дыхательная гимнастика, будь то йога, просто прогулка, это уже супер. И напоминаю, если вы такой человек, вам очень важно соблюдать циркадные ритмы. Будет день, будет пища. Решайте проблемы по мере их появления. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить невозможно, то беспокоиться о ней бесполезно. В общем, я всегда шучу, но это правда. И я считаю, что вам очень важно, таким людям очень важно придумать для себя, ребят, поощрение за день без накручивания. То есть, когда вы себя не накручиваете ничем. Просто ставьте себе галочку, а-ля, я молодец, сегодня я прожил такой классный день. И другой момент, очень важно заниматься на тренажерах для мозга. То, что нормализует адреналин. То есть, это все восстанавливает. И супер важно, ребят, питание. Если вы испытываете стресс, вам просто нужно перестать есть много сахара, соли, большое количество жиров, которое стимулирует, но немножко не туда. Поэтому, если вам полезны мои видео, то пишите и дайте обратную связь. И я могу сказать, что я мастер накрутов была. Но теперь у меня живет во мне доля пофигизма. Если проект упал, если что-то случилось, релакс, теки, ризи, изи-пизи. Потому что в другом случае, если ты включаешься в свою панику, у тебя все слетает вдвойне. Поэтому, ребята, даже из панической атаки, посмотрите мое видео про панические атаки, можно просто легко вылезти. Пока-пока. Ари-ва, ребята.